офигеть и это я не ковырялась в носу реально я была занята я тут вся в уборке и просто сейчас обнаружила что у меня все руки крови и она течет я не могу ее остановить мне нужно было идти навстречу но теперь я буду ходить вот так пока не остановится кровь потому что я даже когда умывалась почему-то она текла рекой я не знаю что со мной есть у кого-то версии почему это вообще происходит я ничего не делала такого чтобы я там перенервничала или переусердствовала ковырянием в носу нет я просто убирала просто занималась своими обычными делами в общем пишите в комментариях у кого такая фигня бывает я знаю у многих кстати бывает но у меня никогда не было такого у меня не настолько слабый организм чтобы кровь с носа текла у меня такое бывало до из-за того что я могла расковырять нос но по другим причинам у меня никогда не текла кровь из носа причем таким ручьем уборка по полной программе я отложила вещи которые да господи где вы которые нужно просто убрать они мне сейчас не нужны приготовила что одевать сейчас как-то такое состояние слабость не знаю наверное реально было может быть давление либо скаканула либо упала короче села камера заряжаю ее сейчас буду включать стирку приводить себя в порядок мне нужно идти все-таки по делам и я это успешно хочу все сделать да и еще конечно же перекусить потому что я уже какая-то слабенькая такая вся любительница поныть чувствую себя сейчас как бабка старая вышла прогуляться и дела поделать короче свежий воздух хорошо так прям прохладно я в своем новом пуховике хорошо что рядом парк есть можно в любой момент когда тебе нужно в магазин пройтись магазин через парк это вообще прекрасно вы тоже не сидите на жупе ровно есть минутка холодно не холодно на чуть-чуть ненадолго вышли прогулялись проветрились потому что это и есть жизнь движение это жизнь не пойму где я из лесу вышел и заблудился пакетов зайду сейчас еще супермаркет за фаршем хочу сделать макароны по-флотски собака и почапаю домой раскладывать все по своим местам такая хозяйшка покажу покупки дела шиповник для чая гнезда взяла фарш соответственно для гнезд потом взяла для риса такую смесь мексиканскую огурцы виноград рыбка щука тыква молоко два кабачка и помидоры хочу показать местечко это в принципе выход в коридоре стоит такой как бы шкафчик небольшой здесь у нас вещи обычно висят и я просто сделала такой уголок для себя для мужчины тоже в принципе есть здесь кое-что женская зона конечно же именно по хардкору я вчера сходила купила вот такие вот вазочки мне очень понравилась эта идея я знаю девочки обычно покупают под кисти такие штуки но я именно решила сделать такой вариант приобрести большую вазу как вы видите они разного размера сюда я кисть определила карандаш и бьюти блендер свой и соответственно сюда я положила всю косметику которой на данный момент я сейчас пользуюсь и это очень удобно не скажу что это очень практично наверно потому что это стекло и в любой момент может все разбиться но это смотрится даже как-то лучше чем то что было у меня стояла обычная ваза которая мне не нравилась и в общем-то это ваза было а это уже что-то такое заявкой на бьюти да и в принципе меня это устраивает но вот это вот задумка с косметикой в самой базе большой мне очень понравилось я просто пищу когда каждый раз подхожу сюда краситься пути не так часто крашусь но приходится иногда кому понравилась такая идея пальчик вверх